Вот все, я целую неделю, или там я 30 дней не ем сладко. Вот ты говорил, заедание и стресс. Типа, не заедайте. Да, блядь? Если человек заедает. Вот я заедала в универе. Жрала шоколадку целую за раз. И что? Не ешьте. Ешьте салаты. Ну какой здесь совет ты дашь? Говорит себе, стоп, все, это я не ем, хватит мне. Следующая добавка, это глюкозамин натрия. И это самый тупой совет. Ой, Маша, у тебя столько жиров на завтрак и авокадо, это же жирное. Сахар, мы с вами поговорим про пять. Не могу. Всем привет. Я сегодня нахожусь в официальном костюме, потому что тема очень серьезная. Сегодня мы с Никитой будем говорить про сахар. А именно, мы сегодня поговорим о том, как избавиться от тяги к сладкому. Поговорим про пять простых способов избавления от сладкого. Это такие наши советы, наши способы, которые действительно нам помогли. Даже мы с Машей сладкоежки. Я особенно, я, наверное, больше, чем Маша, потому что Маша все-таки больше за соль, я больше за сахар. За мясо. Да, я в этом видео буду вам рассказывать свой самый большой секрет, который я вообще никогда нигде не афишировал, как я избавился от этой зависимости. Поэтому, если у вас есть такое чувство, что вы тяга к сладкому, вы чувствуете, что вы не можете провести целый день, там, например, без какой-нибудь подъедания шоколадки, то это видео обязательно вам подойдет, и вы найдете нужные для себя советы. И также мы не будем говорить вам о том, что сахар – это плохо, что сахар запрещено, это такой вред на нашу организацию. Об этом уже все знают, об этом уже все знают, это отдельная тема. Суть такая, что мы не хотим давать конкретные запреты, потому что запретами мы проблему не решим. Поэтому мы будем вам давать практические советы, которые будут вам действительно помогать избавиться от сахарной зависимости. От сладкого нужно отказываться не только людям, которые больны ожирением, а также девушкам, у которых чаще всего они худые, и проблема с дряблостью кожи, с целлюлитом, а также с тем самым животиком, вот когда жир откладывается у нас на животе. Поэтому мы сейчас начнем сразу с самого главного, это с пяти советов. Итак, первым способом избавления от сахарной зависимости является психологический фактор. И сейчас мы с Машей будем перечислять такие моменты, которые являются больше с точки зрения нашей психологии, нашего стресса, нервоустойчивости, настроения и всего остального, что связано с поеданием большого количества сладкого. Выкинуть нужно все из дома. Для того, чтобы у вас не было тяги к сладкому, нужно избавиться от этого, чтобы дом был чист. Пустой, да. Не покупайте в магазине, чтобы дома ничего не было. И это самый тупой совет. Это тупой совет. И опять же, у кого-то он работает в одну сторону, у кого-то в противоположную. Допустим, у меня сейчас такое, что если у меня дома есть сладенькое, то мне спокойнее от того, что оно у меня есть. Но есть те, которые, если знаю, что у них дома есть сладенькое, то его нужно обязательно съесть. То есть тут, мне кажется, у всех по-разному. Маша мне на день рождения подарила целый ящик киндеров. И у меня они до сих пор лежат. И я их... Четыре месяца назад. Да, я мало ем, потому что я спокоен. Я психологически знаю, что у меня есть сладкое, но я понимаю, что мне его не нужно есть. То есть у меня нет такой тяги. Я поел, я знаю, еда есть. Если я чувствую тягу сладкому, я лучше воды попью. Но я знаю в то же самое время, что у меня там лежит киндер, я могу его взять. Но опять же, это парни. У девушек есть такие одни, когда очень сильно хочется сладкого. Вот этот пункт психологический здесь важно понимать и на себе все это смотреть. То есть если вы знаете, что у вас такое было, что вот если дома есть сладости, которые вы типа там купили, чтобы просто были дома либо на скидках. И если вы уже до этого срывались и тянулись за этими сладостями, то просто лучше дома, конечно же, это не держать. Нельзя себе полностью запрещать есть сладкое, потому что запретный плод, он всегда сладок. То есть если вы себе сказали, как многие говорят, что нужно полностью отказаться от сладкого. Но когда нам запрещают, естественно, мы это хотим. Я считаю, что все должно быть в меру, абсолютно все. У вас просто должны быть какие-то определенные дни, когда вот вы говорите себе, что вот в этот день я себе позволю съесть что-то вредное. И вот таким способом работать. То есть а-ля такие щит милы те же делать. Либо в день, когда вы тренируетесь, то вы можете позволить себе съесть что-то сладкое. Но ни в коем случае себе не запрещайте, вот все, я целую неделю, или там я 30 дней не ем сладкое. Потому что кто-то сказал, что якобы если я не буду есть 30 дней сладкое, то у меня исчезнет эта сахарная зависимость. Но это так не работает. Человек, который будет регулярно есть сладкое и подъедать, ему скажи, с завтрашнего дня все отрезать, он, во-первых, очень маленький процент, что себе создаст такую мотивацию и цель, чтобы вот так отказаться от всего. А во-вторых, это очень чревато очень быстрыми срывами, неустойчивой психикой, потому что сразу начинает уровень агрессии возрастать и нервов, и психов, и всего остального. И все равно это приведет к тому, что вы вернетесь к поеданию сладкого. Да, поэтому здесь важно не отказываться полностью, а иметь меру. И отсюда сразу вытекает пункт следующий, это все зависит от порции. То есть имеет значение, съедите вы одну шоколадку в день или вы съедите одну шоколадку в неделю. Опять же, то есть нужно везде иметь свою меру. Тут Маша имеет в виду количество калорий, количество жиров и объема сахара в порции шоколадки. За один прием. Да, съесть один кусочек, положить его в рот, не разгрызть, а чтобы он у вас там растаял. Посмаковать. Да, и в то же самое время, если заточить вот прям 200 грамм шоколада, то вы сами понимаете, что это будет около 600 калорий, там 70 грамм жиров. И, конечно, эффект на ваше тело и здоровье это уже будет оказывать более значительным. И, что важно, как раз таки, когда люди запрещают себе в один прекрасный день, любой стресс, и они просто срываются и сжирают все. А если человек себе не запрещает, а позволяет, то он немножечко съест и остановится. То есть он сможет остановиться. Следующий психологический пункт это заедание, стресс и недосып. Когда во время какого-то стресса, не знаю, на работе, либо вы там что-то у вас не получаете, вы просто не получаете, то вы просто начинаете заедать. Это все сладкие, потому что сладкое это самый быстрый источник удовольствия. И если вы замечаете, что у вас действительно так происходит, вы прям ловите себя на этом моменте, постарайтесь просто найти источник мотивации. Даже не только мотивацию а-ля того, что я хочу форму как Маша. Касательно вашего здоровья, нарисуйте себе цель, что вы хотите добиться этого, этого и этого. Снижение подкожного жира в области живота, это может послужить мотивацией преодолению в таких вот ситуациях стресса. Да, просто важно, чтобы люди понимали, что так происходит. То, что они так делают, и что проблема есть, и нужно ее решать. И очень важно касательно последний психологический пункт, это то, что ловите себя на таких моментах, если что-то вы неосознанно начинаете делать. То есть если вы видите, что у вас стресс, и вы думаете о стрессе, в то же самое время смотрите какой-то фильм, и у вас есть какая-то еда, и вы ее просто вот запихиваете на автомате. То есть ловите себя на таких моментах, говорите себе «стоп, все, это я не ем, хватит мне». И переключайтесь на что-то другое. Следующий пункт – это БАДы для борьбы с сахарной зависимостью. Первый наш самый любимый БАД – это Хром, о котором мы много говорим всегда, потому что он действительно работает. Но вообще на Ютубе мы об этом не особо говорим, мы такой информацией в основном делимся на марафоне с нашими девочками, которые имеют зависимость от сладкого. И касательно Хрома, это, наверное, моя самая, это есть, она моя самая действительно рабочая, эффективная добавка. Достаточно одного дня пропить Хром, и уже ты чувствуешь действительно понижение уровня, как это, сахарной зависимости. Я думаю, что тут можно даже сказать о том, что Хром стабилизирует уровень сахара в крови, что снижает потребность мозга в избыточном сахаре, когда вы именно голодны. И Хром, сразу нужно отметить, что Хром можно, в принципе, купить в любой, абсолютно любой аптеке. Тут важна именно доза, доза от 200 до 1000 микрограммов в день. Да, и Хром играет положительную роль в жировом обмене, которое также будет помогать вам снизить тягу к сладкому. И он действительно очень хорошо нормализует вообще уровень сахара в крови, тем самым и понижает вот эту вот вашу тягу. Поэтому обратите на эту добавку внимание, не обязательно искать себе там на iHerb или на каком-то большом сайте. Да, абсолютно любой, любой Хром. Хром по эффективности не уступает фирма от фирмы. Следующая добавка – это глютамин. Это самая распространённая аминокислота в нашем организме, и она является действительно эффективной добавкой, когда речь идёт именно о снижении тяги к сладкому. Да, и когда уровень глюкозы в нашей крови падает, глютамин очень хорошо помогает восполнить питательные вещества, которые попадают к нам в мозг, следовательно, и помогает тоже справляться с этой сахарной тягой. Ну и также глютамин стабилизирует уровень сахара в крови и помогает, облегчает мышечную боль после тренировки, если у вас есть какие-то… И настроение и самочувствие у вас будет лучше, поэтому глютамин. Глютамин нужно пить перед сном, я просто его пила, когда готовила соревнования, пьётся он перед сном, 5 грамм размешивается либо со стаканом воды, либо просто чайная ложка, и вы запиваете. Вот, очень люблю эту добавку, действительно рабочая, поэтому берите на заметку. Следующий БАД – это витамин группы В, который помогает снизить тягу к сладкому, также он помогает нам эффективно усваивать углеводы, и он снижает уровень стресса. То есть это очень хорошо подходит для тех, кто именно заедает все проблемы сладостями. Также витамины группы В оказывают положительное влияние на раскручивание нашего метаболизма и благотворно влияют на нашу нервную систему, следовательно, и тяга к сладкому с этой добавкой будет уменьшаться. И также хочу вам сказать, что не стоит относиться к каждой рекомендуемой нами добавке, как к тому, что мы воспитаемся напичкать на какие-то таблетки или рекламируем что-то из этих добавок. Это добавки рабочие, мы говорим о их свойствах и о их помощи к борьбе с тягой к сладкому. Вы можете выбрать для себя только хром, либо витамин В, либо перечисляемые далее нами добавки. То есть это не так, что вы пьете все добавки, которые сейчас мы будем перечислять, вы просто выбираете ту, которая подходит именно вам. Если вам подошел хром, то вы просто пьете хром. Если вы чувствуете, что хром вам не помогает и тяга к сладкому у вас все такая же сильная, то просто пробуйте глютамин, либо какую-то другую добавку. Да, и следующая добавка это рыбий жир. Я думаю, вы все о нем знаете. И он очень хорошо работает к понижении тяги к углеводам. Да, и помогает контролировать аппетит. Также омега-3 вообще очень классная добавка тем, что она хорошо помогает раскручивать также метаболизм и очень хорошо помогает работе нашего сердца. Что это очень тоже полезно в процессе наших тренировок. Ну и в принципе рыбий жир это такая добавка, которую вы можете пить всегда, то есть мы пьем каждый день. Каждый день на протяжении уже. По одной таблетке там после завтрака. Следующий пункт это нейротрансмиттерные добавки, которые хорошо подходят именно для эмоциональных едоков. Они очень хорошо помогают настроить химию вашего мозга, чтобы уменьшить стресс, уменьшить тягу к сладкому. И к таким добавкам относятся также л-глютамин, габа и д-фенилананин. Если вы себя относите к эмоциональным людям, которые едят сладкого, то обратите внимание на нейротрансмиттеры. То есть это добавки, которые помогают вам успокоить. Простым языком это успокоить. Также существуют добавки и травы, которые помогут побороть тягу к сладкому. Это лакрица, корень ашваганды, корень женьшеня, пожитник, корица, тот же мускатный орех, кардамон, куркума и черный перец. То есть по сути их можно добавлять просто даже в вашу повседневную еду. Если вы возьмёте одну или две добавки себе в арсенал, либо какие-то эти травы добавите, то это значительно уменьшит вашу тягу к сладкому. Следовательно, вы быстрее перейдёте на тот этап сокращения сахара в вашем рационе и количества употребляемых углеводов в вашей диете. Следующий пункт это физический, а именно здесь идёт речь о активности. То есть нужно понимать, что когда мы занимаемся спортом в этот день, мы тратим больше калорий. Когда мы не занимаемся спортом, мы менее активны, мы там допустим какой-то выходной день, то в этот день конечно же мы меньше тратим калорий. Следовательно, если вы уже хотите съесть что-то сладкое, то вы должны подстраивать это под свой спортивный день. То есть если вы тренируетесь, то в этот день вы можете себе что-то позволить. Это опять же то же самое умение делать читмил и чувствовать именно баланс с едой. Мы когда делаем тренировку, нам всегда так, что ну раз я сделал тренировку, значит себе могу позволить больше сладкого съесть. Это с какой-то степени так и есть, мы можем себе позволить большее количество углеводов, но в то же самое время нужно иметь и в этом баланс, его чувствовать. И нужно конечно в случае, если у вас есть тяга к сладкому, добавлять себе в рационы читмил, которые вы можете делать на выходных и более подробно как их делать. Вы можете посмотреть видео в подсказке, по-моему оно в этом углу. Либо в этом. Да, оно тут есть. Да, в общем просто запомните, что если вы уже хотите съесть что-то сладкое, то в этот день лучше сделать тренировку, потому что если у вас тренировка часовая, то вы тратите 500-600 калорий. Следовательно, ну как бы на эти калории вы уже можете что-то себе позволить съесть. Но не будет правильно, если вы в течение дня не двигаетесь, вы малоподвижный, активный и вы еще в этот день допустим там что-то съели вредное, сладости какие-то. То есть ясное дело, что у вас будет очень большой профицит в калориях. Следующий пункт это искать альтернативу сахару. Опять же здесь речь о каких-то заменах. Ну вот допустим мы снимали очень хороший рецепт сырников кокосовых, тоже здесь оставим, можете потом посмотреть. То есть всегда любому блюду есть альтернатива полезная. Также можно сделать любой десерт вредный, полезным. То же самое вы можете заменять обычные батончики на более питательные, которые имеют большее количество белков, меньше сахара. И тоже это будет хорошая альтернатива для вас. Но помните о том, что вся эта тяга к сладкому в основном идет либо из-за того, что вы делаете слишком большие перерывы между едой, то есть вы мало едите. Либо также это бывает того, что у вас не хватает просто элементарно каких-то питательных веществ в вашем теле. Да, кстати, очень часто девушки не едят жиры, полезные жиры. Даже недавно мне девушка одна написала в инстаграме, что ой, Маша, у тебя столько жиров на завтрак и авокадо, это же жирное. То есть она даже не понимает, что есть правильные жиры, а есть трансжиры. То есть очень часто если есть тяга к сладкому, то возможно у вас мало белка в рационе, может вы его не доедаете. Либо у вас мало полезных насыщенных жиров, может быть вы мало едите правильных сложных углеводов. То есть вы должны пересмотреть, опять же, как вы питаетесь в течение дня. То есть ваш организм пытается получить быстрый источник энергии в виде сахара и просто дайте ему нужное количество сбалансированного питания. Да, возможно проблема сама по себе исчезнет. Очень часто люди очень мало едят овощей. Как-то вот про овощи вообще, многие едят просто там каша и кусок там, не знаю, мяса. Но надо помнить о том, что нужно есть очень много овощей. И приём пищи нужно начинать с овощей. То есть сначала клетчатка, которая обволакивает желудок, и потом уже углеводы, и белок, и жиры. И мы хотим с Машей сейчас перечислить причины, из-за которых им вот на основе здоровья, из-за которых происходит тяга к сладкому. Да. Первое – это инсулинорезистентность. Далее у нас идёт хронический стресс. Это то, о чём мы уже с вами поговорили. Недостаточность микроэлементов. Тоже мы об этом поговорили. Если не хватает каких-то витаминов, фрукты, овощи, то есть что-либо из этого. Далее дисбактериоз кишечника и паразитоз. Да, паразитоз. Паразиты, кстати, очень сильно влияют на тягу к сладкому. Потому что когда у нас в организме есть паразиты, особенно те, у кого дома есть животные, они выделяют токсины, которые провоцируют нас именно на поедание сладкого. Но также хочу отметить, что каждый человек должен делать профилактику в борьбе с паразитами. То есть раз в полгода покупать в аптеке таблетки от гельминтов и пропивать их обязательно. Особенно, говорю, те, у кого есть животные. Да, и те люди, которые чувствуют такую в себе ненормальную тягу к сладкому. Да, возможно, кстати, это дело именно в этом. Ну, есть просто продукты, которые эти паразиты не переносят. И я вам их перечисляю. Это гвоздика. Особенно, если её есть перед завтраком. Это лавровый лист, имбирь и чеснок с едой. Да, то есть лавровый лист мы все добавляем в борщи, в супы. Чеснок, опять же, можно даже просто сушёный в гранулах чеснок покупать. И тоже добавлять в салат, либо в любую еду. Ну, и имбирь лучше всего незадолго после еды. То есть, опять же, можно либо свежий имбирь добавлять в воду с лимоном, пить. Либо в чай. Чай класс. Либо даже есть имбирь, который уже перемолотый, опять же, в порошке. Также помогает. И вывод ко всему к этому. Обязательно разберитесь со своим питанием. Сбалансируйте свой рацион. Изучите основы правильного питания. Да, и хорошим началом в борьбе с пристрастием к сладкому будет употребление таких добавок, как хром и витамин B. Это является таким самым моим главным секретом. Потому что именно в комбинации этих добавок я убил просто напрочь всю тягу к сладкому. И у меня уже больше просто нету. Поэтому пользуйтесь. Да, и ещё как помощь будет вам мой рацион, если вам будет сложно. У нас есть рацион на 1400 калорий, где я полностью рассказываю все приёмы пищи. Он будет где-то здесь. Обязательно посмотрите его. Я уверена, что вам там точно понравятся рецепты. Да, увидимся с вами на этом следующем видео. Либо на тренировках. С вами был канал 22 на 22 Никита и Маша. И до скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok